Я знаю, что я ничего не знаю. Цитату приписывают древнегреческому философу Сократу. Меня зовут Екатерина Землянова, и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшнего выпуска – синдром самозванца. Как ощущать себя компетентным специалистом? Как ощущать себя на своем месте в своей профессии? Поговорим с психологом Ириной Лагуниной, которая также является наставником для начинающих специалистов. Здравствуй, Ира. Привет. Тема, о которой мы сегодня будем с тобой разговаривать, для меня очень актуальна и интересна. Это синдром самозванца. Я иногда тоже сижу и переживаю, что сейчас в кадр придет человек с папкой в очках и скажет, что ты самозванец, ты здесь сидишь незаконно. И вот сейчас придет какой-то настоящий интервьюер и тебя заменит. Правильно я понимаю, что вот это оно, это часть вот этого синдрома самозванца? Ну, это одно из проявлений. Но я сразу хочу сказать, что вот синдром самозванца получается, что это та история, которая нас как бы накрывает, захватывает, мешает нам жить, когда это касается какой-то профессиональной деятельности. То есть это такое узконаправленное. То есть я не могу быть матерью самозванцем, например? Ну, как бы нет. Ну, если ты так себя чувствуешь, то это интересный разговор. Приходи, побеседуй. Вот. Это профессиональная деятельность. Что подразумевает профессиональная деятельность? Что мы что-то делаем, что-то создаем, в том числе, ну, мы работаем с собой. Вот, допустим, как ты говоришь, интервьюер. Это что-то нам нужно предъявить людям и сделать так, чтобы они на нас смотрели, им было интересно, и они там покупали и так далее, и так далее. То есть весь вот этот процесс. И вот в этом процессе, в любой этой цепочке, что-то этакое появляется. Например, ты говоришь, я боюсь, что появится кто-то, кто что-то скажет. Это далеко бывает не у всех. Кого-то просто парализует, кто-то просто там считает, что сейчас все плохо кончится, я опозорюсь и так далее. То есть это целый спектр. И получается, что, вот как я всегда говорю, один и тот же симптом может под собой иметь совершенно разные вещи. И вот мое мнение, что за синдромом самозванца две вещи на самом деле. То есть вот возьмем этот айсберг несчастный, который все упоминают. Самая упоминаемая штука на планете Земля – это мирный айсберг. Вот эта вершинка айсберга – это то, что мы видим. Вот ты говоришь, я сажусь, и мне кажется, как будто сейчас кто-то скажет. Но если мы поднырнем поглубже, то там мы найдем всего лишь две вещи. Первая – это страх. А вторая – это тема мотивации, экономии энергии. Ну то есть либо я просто боюсь, вот ты говоришь, я боюсь, что кто-то придет. Либо человек говорит своей психике, давай сделаем. А психика такая говорит, ты знаешь, нет. Там вкусняшек мало, они очень дорогие и вообще не то, что нам нужно. Мы можем это не осознавать, но вот этот саботаж включается. То есть вот две вещи. А если мы подныриваем еще глубже, то там мы можем найти причину. Собственно, почему у нас Катя боится кого-то, кто придет, кто такой этот кто-то, откуда он взялся. И вот это уже настоящий. И вот здесь вот у каждого человека вот этот самый настоящий с папочкой будет какой-то свой. И вот как раз психологи этим и занимаются. Что помогает найти, что это за кто-то, кто воплотился в этого кого-то, которого Катя боится. Собственно, то есть это вот такая история. То есть причина это, ну как бы если мы пойдем дальше в этот айсберг, то есть это идеи какие-то о ком-то настоящем. Например, да, это то есть какие-то установки. Либо, да, основные причины у нас будут две. Либо какие-то установки. Информационное поле у нас очень богатое. Ну а в основе, конечно, какой-то в том числе опыт. Ну чаще всего, конечно, детский, ранний и так далее. Потому что сложно так напугать взрослого человека. Хотя можно, если очень постараться, чтобы он начал бояться. В основном это какие-то такие истории. Ну и, конечно, в синдроме самозванца чаще всего мы находим какие-то системы. Детский сад, школу, ну или очень строгих родителей, которые по поводу детского сада и школы страшно беспокоились. То есть, как правило, причину вот такую мы находим. Ну, по крайней мере, вот когда я работала с этим, вот когда я брала молодых специалистов, наставничество, там, конечно, этот синдром самозванца была главной причиной, к которой ко мне приходили. И поэтому там, в общем, это такой веер. И на самом деле явление такое же интересное, как любой другой симптом, любое другое проявление штуки. А у тебя у самой был симптом? У меня он бывает по причине, вот как раз, что касается мотивации. То есть, у меня как бы, вот я не помню страхов. Вот сейчас приходит молодой психолог, говорит, Ира, мы боимся навредить человеку. У меня никогда не было такой иллюзии всемогущества. Я думаю, что психолог может прям вот навредить человеку, если он прям сильно старается. Или если он совсем не соображает, что делает вообще. Ну, потому как я хороший человек, и потому как я, в общем, постоянно учусь. У меня вот не было этого страха, и начинала я храбро. Но, когда вот я сейчас вспоминаю, как я работала в начале, и люди приходят ко мне до сих пор, я думаю, боже мой, вы не понимали, что я там делала? Но в тот момент было нормально, я, получается, получала опыт этот, но у меня синдром самозванца включается, когда я, вот как раз, вот это вторая причина, про мотивацию. Когда я заставляю себя что-то делать, но что-то внутри меня говорит мне, что, в общем, это мы не получим то, что планируем, а заплатим дорого. Пойду поспределить. Поэтому давай займемся чем-нибудь другим. Вот с такими историями я стала. Ну, потому как я осознаю, что происходит, понимаю это, а дальше уже принимаю решение. То есть, все-таки я договариваюсь как-то с собой, или соглашаюсь с своей психикой, говорю, слушай, правильно ты говоришь? Пойдем с козами погуляем. А вообще у этого синдрома есть какой-то цикл? То есть он, ну вот, профессиональная жизнь, да, если как, ну, как по линейке представить, что вот ты, допустим, получил образование и пошел работать, он где-то вот в каком-то конкретном месте возникает? Или он как? То есть, или это просто, ну, какая-то естественная часть старта пути? Или как это вот? Ну, то есть, есть? Ну, вот начнем с того, что далеко не всегда это синдром самозванца, иногда это прямо самозванец. Ну, вот если я начинающий, то как бы у меня не синдром, я реально, у меня нет опыта, у меня не хватает знаний и так далее. И тогда, получается, если я чувствую этот дискомфорт, да, то мне надо подумать, так, что мне может помочь, там, поучиться, взять наставника, допустим, который мне может, там, ответить на какие-то вопросы, да, там, как-то разобраться с собой. Это нормальная история. А потом дальше человек идет дальше, и либо у него начинают актуализироваться то, про что мы говорили, вот эта подводная часть айсберга, да, и тогда даже на уровне мастерства он все равно каждый раз будет. Я знаю прекраснейших специалистов, которые там приходили ко мне на консультацию, и я просто, у меня прибавлялись глаза, и я потом извинялась, потому что я меньше всего ожидала, что этот человек скажет, что там перед каждым проектом меня трясет, что я там что-то еще. Ну, как бы это не уходит, если причина, как бы, неосознанна, да, и там не проработана. То есть в любой момент мы можем с этим столкнуться, когда сработает какой-то триггер. Ну, допустим, сидит у нас Катя, все расслаблены, да, все хорошо, и вдруг проходит какой-нибудь человек с папочкой, а Катя там, не знаю, в детском саду какой-нибудь завуч с папочкой зашел в группу неожиданно, когда Катя там была в каком-нибудь таком кайфе, да, в детском, и что-нибудь заорал, да. И у Кати вот этот человек с папочкой может в любой момент вызвать какую-то там бурю эмоций, да, и воображаемый тоже. Поэтому это вот такая история, тут как бы не зависит. Но вот что опыт нам дает, то есть я всегда говорю, опять же, начинающим специалистам, даже если вам страшно, ну, совсем не обязательно идти в терапию на 50 лет, а потом только приступать. Совсем не обязательно. Начинайте действовать. А дальше психика будет получать новый опыт, ну, то есть вот Катя одно интервью провела, никто с папочкой не пришел, второе брала, тоже никто. И на третье уже немножко психика подрасслабилась, потому что она не получила подкрепления, да, и поэтому вот с опытом это действительно может уходить, просто потому что психика переписывает, да, то есть вот чаша весов у нас вот негативный опыт, да, а позитивный опыт он может вполне перевесить. Но если продолжает беспокоить, если особенно, ну, как бы тело подключается, да, когда человек говорит, там, у меня там трясется сердце, у меня поднимается давление, потому что, конечно, нужно смотреть, что это такое и помогать. Вот это важный момент. А может быть возникнуть синдром, ну, как-то вот от профессиональной травмы, допустим, ты там что-то делал, что-то делал, потом как-то жестко ошибся, прям всех подвел, ну, прям беда какая-то случилась профессиональная, и что, и у тебя начинается, а право ли я имею, да, там, быть в этой профессии? Ну, конечно, да, конечно, могут быть, но то, насколько человека, ну, скажем так, вот любая травма, мы имеем в виду, что это рана, да, вот действительно, если ты там что-то, не на ту кнопочку нажал, и вся планета полетела, конечно, ну, как бы человек, мы будем надеяться, что будет переживать, то вот так далее, вот, но на самом деле, то, насколько это затронет человека, опять же, зависит от того, какой у него фундамент. Вот, ну, вот я, например, косячила, и причем очень серьезно бывают такие вещи, но это же зависит от состояния, да, то есть, если у меня нормальный фундамент, я исправляю все, что могу, там, не знаю, переживаю, кому-нибудь жалуюсь, там, не знаю, и нормально все, да, а если у человека есть фундамент, то понятно, что эта история может его вообще обрушить, и особенно, если он, там, не обратился за помощью, да, конечно, такие трагедии могут быть, да, и может быть, что потом человек постоянно возвращается к этому, в этом случае просто нужно эту ситуацию прорабатывать, так скажем, осознавать и так далее, но я всегда люблю говорить, все лечится, кроме смерти, все лечится. Звучит оптимистично. Давай тогда начнем вот с детства, то есть, что в детстве, да, вот, какие, допустим, ну, прям примеры, что может повлиять на формирование вот этого синдрома самозванца? Конечно, высокие требования. То есть, родители перфекционисты требуют? То есть, родители перфекционизм, перфекционисты, или они сами полны страха, то есть, например, они боятся чужого осуждения, они боятся защищать ребенка, мы же все немножко травмированы системами, и я знаю массу истории, когда там воспитатель совершенно дикая по каким-то своим причинам, да, и родители, ну, типа, вмешаюсь, ну, в общем, не защищают ребенка, да, и тогда у ребенка вот формируется, что кто-то может, и так далее. То есть, вот, высокие требования, страх осуждения, и еще, ну, вот эта история про безусловность, ну, то есть, по большому счету, мы детей любим просто так, и вот эта вот история про любим просто так, она всегда должна у ребенка оставаться в душе. Как только ребенок этого лишается, и оказывается в истории, когда вот хорошо учишься, тебе улыбаются, плохо учишься, тебе не улыбаются, а то еще и бойкотируют. Вот этот бойкот, передайте, пожалуйста, всем родителям, ни в коем случае нельзя детей загружать бойкотом. Никогда вообще, то есть, вот для ребенка игнор, это такая история, когда психика прям дает сигналы, что опасно, мы все умрем. Вот, и когда ребенок с этим сталкивается, то, конечно, в нем, ну, опять же, страх, много страха. Еще одна история такая, про которую мало говорят, как ни странно, у нас очень модно детям запрещать радоваться. Это как? Не смейся громко, что ты смеешься, даже вот эти народные посольцы, будешь смеяться много, да, потом плакать. И вот это формирует вот эту историю про мотивацию. То есть, как бы, я боюсь, как ни странно, ну, я вот просто сталкиваюсь с этими парадоксами, я боюсь идти туда, где мне будет хорошо. Потому что меня когда-то напугали, что там, где хорошо, тебе обязательно будет плохо. То есть, человек может запрещать себе идти по пути, там, своего предназначения, своей лучшей, там, карьеры, лучшего приложения своих талантов, чтобы вдруг внезапно не стать счастливым, потому что его мама изругает. Страх успеха, страх счастья, да, и вообще иногда бывает счастливым быть стыдно, когда у нас в опыте есть страдающая мама и ребенок, ну, такая перевернутая иерархия, когда ребенок все время, он же, заботится о маме, он не может. Иногда прям взрослые вот просто говорят, я не могу быть счастливее, чем мои родственники. И с этим приходится работать долго, потому что реально вот такой запрет идет. Ну, то есть, я к тому, что вот в этом синдроме самозванца целый вот веер, то есть у нас же айсберг, он расширяется. Там же был взрослый веер, проявление причин и так далее. Мы очень похожи, как люди, но в то же время у каждого из нас очень свое. Какой самый необычный, ну, вот там, из клиентского опыта была встреча с синдромом самозванца? Самый такой, думаешь, самый необычный? Ну, они, конечно, каждый по-своему необычный, но больше всего лично меня трогает такая история, когда... Вот есть такой феномен вообще на самом деле, называется возраст травмы. Когда наибольшая такая была травмирующая история в каком-то возрасте, и человек в состоянии стресса оказывается как будто бы в этом возрасте. И вот когда приходит взрослый человек, в принципе, состоявшийся, да, много у него все сделано. И вдруг вот в каком-то моменте, просто вот как трехлетка, да, вот он рассказывает, как он себя ведет, и ты видишь перед собой прямо трехлетнего ребенка. Да, и вот когда сталкиваешься с этим возрастом травмы, в синдроме самозванца это бывает, да, вот, то вот это всегда меня очень так, ну, трогает. И я поражаюсь тому, насколько психика умеет, ну, простраивать свои там какие-то собственные механизмы, и насколько это бывает, конечно, таким удивительно наблюдать. Давай поговорим про преодоление этого синдрома, какие есть вообще пути, да, в зависимости от того, какой кусочек веера на тебя влияет, да, что можно, как это можно изменить, что с этим можно сделать? Ну, первое, это то, что я упомянула, если ты можешь действовать через страх, действуй, потом смотри, какая у тебя цена, то есть если ты потом неделю лежишь вообще трубиковой, значит, ну, не надо действовать, значит, идем к следующему, да. Дальше нам надо понять, нас захватывает страх или нас захватывает вот эта история про мотивацию, да, про что-то. И тогда, вот для того, чтобы это понять, мы себе, вот мы просто садимся, верим себе, вот люди не верят себе, они думают, наверное, что вот только под гипнозом можно получить информацию, что там у тебя, это не так. Психика, на самом деле, очень отзывчивая, она очень хочет исцеляться, и поэтому достаточно просто есть сказать себе, так, значит, что со мной вот сейчас происходит, да, чего я боюсь, что произойдет? Вот придет человек с папочкой, мы делаем этого человека с папочкой и отпустим, да, вот он придет. Вот, и что тогда? Дадумать самый страшный сценарий. И вот, и что тогда, и что тогда, и что тогда, и в какой-то момент у нас будет понятна настоящая причина. Если это страх, то тогда, либо мы пытаемся самостоятельно разобраться, от чего, собственно, и это тоже очень простая вещь. Мы берем, представляем себе вот этот самый страшный страх, прям представляем, вот прям в красках, когда тело подключается, начинает реально бояться, мы закрываем глазки, оставляем состояние, картинку убираем, и прям спрашиваем у себя, когда раньше я это чувствовала. И позволяем психике такое путешествие сделать, психика может всякую ерунду выдавать, 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 но в какой-то момент прям вспомнив, по крайней мере, на сессиях, что это происходит. И без всякого гипноза, хотя я изучала гипноз, но потом поняла, что он мне совершенно не нужен, потому что люди и так нормально разговаривают. Вот, и всплывает вот эта ситуация, и там идет очень мощный эмоциональный заряд. Дальше, получается, мы там находим, не знаю, какую-то маленькую девочку, которая страшно испугалась, мы ее утешаем, обнимаем, говорим, так, подожди, смотри, какая классная, пойдем посмотрим все в зеркало, смотри, как все у нас круто. Иногда это помогает, да. Но понятно, если эта ситуация была, ну, такая серьезная, травмирующая и так далее, то лучше обратиться к специалисту, да. Если мы обнаруживаем, и что тогда, какой-нибудь ответ, типа того, что, ну, чаще всего это такой саботаж идет, такой, чем-нибудь давай более приятным займемся, у нас есть другие планы. Если мы понимаем, что это вот в эту историю, да, но тогда мы здесь смотрим вообще, смотрим этот проект, просматриваем, где у нас психка, она где-то интуитивна, да, у нас же не только вот здесь, но интуитивна. Где-то интуитивно она чувствует, что там какая-то засада, и мы не получим то, что нужно, потому что у нас есть, я это называю, дофаминовая система. Мы вообще на самом деле, ну, я вообще гедонист, моя религия гедонизм, я считаю, что удовольствие это единственное, ради чего человек живет, и поэтому здесь где-то идет блок на удовольствие. Нам надо понять, как бы, это запрет на удовольствие, нам там обещается лялька, но мы боимся, как бы, ее взять, да, тогда вот сюда возвращаемся. А если это какая-то история про то, что это будет, например, слишком дорого, да, очень много понадобится сил, и мы потом устанем, и уже нам эта конфетка будет невкусная, да, мы тогда пересматриваем проект, мы смотрим, как облегчится, ну, то есть мы с психой договариваемся, мы говорим, а как получить это удовольствие, оно подешевле, или там другим, более легким способом. То есть вот так. Вот это такой примерный планчик. Но всегда можно пойти к психологу и за одну встречу понять вообще и сэкономить множество сил и всего остального, потому что вот понять вот эту дорожку, всю вот эту структуру, психолог буквально за одну сессию как бы может помочь. Поэтому есть еще такие специально обученные люди, которых я рекомендую всем активно использовать в своих целях. Не скупиться. Хочу спросить про оценку, то есть, ну, мне кажется, синдром отчасти завязан на оценку, там, что с родителями, что там, с профессиональными комьюнити, что с клиентами, что просто с какими-то свидетелями. Как обходиться вот с темой того, что тебя оценят как профессионала, то есть как бы ты сам себя должен оценивать, если так, то по каким критериям, да, потому что попытка глаза увидеть самого себя, либо нужно идти в профессиональный комьюнити, как вот, или наставнику. Мое предложение будет, может быть, не классическим. Никак. Вообще не надо заморачиваться по поводу оценки. Это же невозможно, у нас же эмоциональный оценочный интеллект. Это имеется, вот если базово как бы у меня, ну, все нормально с оценкой, да, то я оцениваю, получается, не себя, а результаты моего труда. Вот как я могу оценить текст, который я написала? Какая у меня была цель вообще этого текста, да? Но если я написала какой-то плохой текст, и вдруг я себе говорю, это что-то со мной не так, я, наверное, самозванец, это проблема. Ну, то есть так не должно быть. В профессиональной деятельности мы оцениваем результаты своего труда. Вот мы с тобой провели интервью, кто-нибудь, если его посмотрит и скажет, спасибо, мы молодцы, какая нам разница, кто там, куда это все оценивает. То есть вот эта такая сверхозабоченность оценка, ее можно вообще исправить одним простым способом на всей планете. Ну, она, правда, нереальная, но я мечтаю об этом. Чтобы в школе не красной пастой подписывали эти ошибки, а зеленой подчеркивали то, что человек сделал хорошо. И тогда мы получим человека, который не будет озабочен оценкой, а который будет смотреть на результаты своего труда. Потому что мы, я знаю массу людей, у которых результаты прекрасные совершенно, а человек при этом все время чувствует, что он недоучился, недоделал. И потом он просто падает от эмоционального выгорания, и ничего хорошего в этом нет. Поэтому я предлагаю отменить. Тут еще такой вариант, да, потому что мы все в этой системе, отменить ее, ну, к сожалению, пока не везде. Возможно, да? Ну, будем честными вообще нигде практически, невозможно. Вот про бесценивание прям очень мне срезонировало. Как обходиться вот с этим бесконечным бесцениванием себя вне зависимости от результата? То есть ты не можешь объективно посмотреть на свой результат, потому что он всегда для тебя недостаточен. На самом деле, вот всегда, когда человек приходит, например, к нему с какой-то проблемой, я говорю, давайте сейчас отделим мух от котлет. Сначала возьмем из этой проблемы хорошее что-то. Ну, вот, например, чем хорошо обесценивание, скажи мне, пожалуйста. Чем хорошо обесценивание? Оно всегда мотивирует тебя расти. Да. То есть это не такая история, когда, я знаю три слова, пойти в синиц, да, и любите меня. Ну, то есть мы как бы уходим из этой истории, потому что мы нормальные люди. Вот этот любимый всеми синдром Даннинга-Крюгера, да, когда те, кто потупее, считают себя супер. Это как бы, да, вот это. И мы вот так вот эту часть отделяем. То есть вот этой части, которая обесценивает, мы говорим, так, садись, посиди на стульчике. Ты такая, молодец, ты позволяешь мне, да. Мы даем тебе место. А теперь давай скажи мне, пожалуйста, что тебя беспокоит? И на самом деле за обесцениванием мы опять найдем страх, конечно. Опять мы найдем страх. То есть человек, когда обесценивает себя, он что-то боится. Успеха, оценки, наказания. Люди, у которых есть... Причинить вред, когда ты говорила. Да, да, причинить вред. Особенно этому подвержены люди. То есть за обесцениванием мы очень часто можем найти такую глобальную вину. Ну, то есть есть люди, которые чувствуют себя виноватыми по определению. Потому что вот так на них смотрели в детстве. Особенно они такие мамы. Когда ребенок принесет, она ничего не скажет. Я тебя люблю, конечно, скажет она. Ну, пойду выпью валерьянки. То есть и ребенок такой все время как бы виноватый. И вот здесь мы будем иметь весь синдром самозванца, весь спектр. И в общем... Вообще вина – это самое такое отвратительное чувство. В нем есть котлеты. Ну, то есть... Но в основном это муха. Потому что чувство вины, оно, конечно, делает людей чувствительными. Они боятся нанести обиды, кому-то вред. Это хорошие люди. Но есть очень большие минусы этого чувства. Поэтому не рекомендую. А учитывая, что все советское воспитание было построено чувством вины, ребенком виноватым... Виной манипулировать очень легко. И, к сожалению, мы все немножко этим ранены. И поэтому за обесцениванием чаще всего страх вина стоит. А вот если мы посмотрим, получается, ну, опять же, да, вот эту нашу любовь с ремеслом, наш путь в ремесле... Ну, вот там, да, ты стал начинающим профессионалом, да, там... Взял себе наставника, например, там, поучился, поработал. Преодолел неимоверными усилиями синдром самозванца. Получил много позитивного опыта, успешных каких-то проектов. Так, мы оказываемся таким... На следующую ступень переходим. Как совершается вот этот переход все-таки в мастерство? Мне вот интересно. То есть, когда ты уже преодолел вот эти все свои синдромы, уже накопил там практики, и вот переход между крепким спецом и мастером, он как бы вот... В чем? А скажи, пожалуйста, вот мастером ты называешь что? Так вот я не знаю, да, давай... То есть это какая-то... Как человек с папочкой, но это есть какой-то... Да, есть какой-то образ мастера, да. У которого динкнут головой, который все умеет и знает. Это исключительно внутренние ощущения. Ну и профессионализм, основанный на опыте. То есть нет никакого мастера, можно в него верить. Ну, как вот люди же верят в Бога, хотя бы никогда не видели. Вот. И мы можем верить вот в этого мастера и стремиться как-то к тому, чтобы... Ну, это внутренний образ каждого. Поэтому вот когда человек говорит про мастера, поэтому я тебя и спросила, как ты себе представляешь? То есть если ты мне скажешь, знаешь, я сейчас на этой ступеньке, а вот есть такой мастер, такой интервьюер, который заходит, ничего не говорит, а все уже готово. Тогда мы посмотрим, какой путь тут надо пройти для того, чтобы здесь, в этой точке оказаться, да. То есть мастер это тоже у каждого свой. Ну, то есть мы, получается, интервьюер, вот этот образ какой-то, да, кем я хочу стать, когда вырасту, да. Это может быть внушенный образ. Я огромное количество видела людей, когда человек, говорю, очень много зебий, там он говорит, я никак не могу стать вот профессионалом. Я говорю, так, расскажи мне, пожалуйста, что это. И там такое начинает рассказываться. Я говорю, так, простите, извини, таких людей не бывает. Вы просто убьетесь об стену, вы будете идти. То есть это бывает внушенный образ, когда человеку внушили. Это бывает образ, который запечатлелся. Но вот есть же гении, да. И мы можем вот Эйнштейна увидеть, и все остальные нам уже кажется... Ну, как мелкие сошки. Если я не Эйнштейн, я никто, да. Это может быть, опять же, мощная родительская фигура, да. То есть когда вот недостижимый какой-то, вот недостижимый родитель, да, который был очень, например, дистантный, там, холодный. Или объективно гениальный какой-нибудь, да, как это дети гениев. И ему кажется, как будто бы вот пока я вот этого не достигну, да. А потом, в общем, мы разбираемся и понимаем, что это какая-то детская потребность. В ком-то таком, и ты станешь имен. Ну, то есть, опять же, здесь целый веер, да, таких вот историй, которые можно найти. Каждый человек вообще очень интересен. Я все время... Знаешь, почему я не люблю быть психологом? Потому что нельзя истории рассказать. Чертова конфиденциальность. Потому что, конечно, история совершенно потрясающая. И это такая очень волшебная профессия. Потому что ты знаешь про жизнь то, что многие не знают, еще и тебе рассказывать нельзя. В общем, очень обидная такая история. Я вспоминаю историю вот моего учителя Алексея Капранова. И он всегда говорил про свои образования. Смешно он говорил, что у меня, говорит, первое незаконченное, а второе недействительное. У него было первое политеховское образование, а второе психологическое, но его не выдали, потому что он должен был быть новостной у первого. И чтобы ему получить диплом психолога, нужно было нарисовать там схемы двигателей. У меня много таких дипломов, когда нужно было нарисовать, написать кучу бумажек, а мне некогда, потому что я работаю. Вот. И, ну, мне кажется, в нашей стране вот, ну, как бы, достаточно ценным является именно там существование какой-то бумажки. Многие люди идут прямо просто в образование за бумажками. Да, сейчас продаются просто бумажки. Как быть, ну, допустим, если ты, там, клевый, крутой практик, но вот с бумажками не очень. И, как бы, и у тебя не пускают, и это и внутренне тебя не пускает. Ну, у меня, конечно, как всегда сначала простое решение. Все-таки купить. Плюнуть на это? Плюнуть на это? Нет. Вот. Я против покупки бумажек, но если вдруг вот все есть и нет только бумажки, и от покупки этой бумажки человеку станет легче, ну, ради бога. Я всегда за то, чтобы человеку становилось легче. Вот от чего ему легче-то в гости делают. Лишь бы другим это не вредило. Вот. Но на самом деле это, конечно, это вот мы выходим здесь на системный уровень. И говорим про то, что, собственно, бумажки, да, вот прям вот так это назовем, потому что есть действительно дипломы, которые дают важное образование, да, и вот я, например, очень рада, что у меня была возможность выбирать, у кого учиться, да, не ради бумажек. И есть действительно дипломы, которые являются предметом гордости. Вот когда ты просто смотришь на этот диплом, это диплом на душе, то есть тебе добавляют гордости, да. Вот такие дипломы, они, наверное, стоят того, да. Но вот когда без бумажки ты чувствуешь себя как бы недоделанным каким-то, да, недопрофессионалом, мы здесь смотрим в системный уровень. У нас достаточно жесткая история вообще страны, да. У нас достаточно много жестких людей. У нас общество достаточно жесткое. И действительно, как бы вот это вот подчинение системы, это энергия, этой энергии у нас в обществе много. И поэтому вот это, иметь вот эту бумажку, когда тебе кто-то говорит, да, там, ну, когда вот такое обесценивание, ты такой, а, у меня бумажка. Это как защитный шлем такой, да, там, щит какой-то, да, ну, по большому счету. Но, опять же, мы говорим здесь про дипломы именно такие вот, которые просто как подтверждение. На самом деле, конечно, мы не отменяем, что базовое образование какое-то и так далее. Но есть куча сейчас профессий, когда можно получить отличный опыт и быть, в общем, профессионалом. Которых в вузах даже не учат. Особенно, когда, да, можно передавать из рук в руки мастерство. Синдром самозванца все-таки чаще встречается у женщин или у мужчин? Есть ли гендерный какой-то аспект? Но здесь у меня немножко искаженное, ну, как бы, восприятие, потому что к психологам чаще ходят женщины. У него презентативная выборка. Да, но те мужчины, которые ко мне приходили, у них была точно такая же история. То есть я, наверное, не сказала бы. Опять же, вот этот веер причины, который там, он там бывает разный. То есть к мальчикам предъявляют боль. Вот мы говорили, что требовательные родители могут это формировать. К мальчикам больше требовательности часто бывает. Что ты должен быть успешным, ты должен, ты должен, все. И я знаю мужчин, которые вообще... И иногда ко мне приходят мужчины, говорят, так, когда у вас был последний отпуск, придите ко мне после отпуска, потому что ваша нервная система просто в хлам. То есть никакая там невозможная никакая трансформация. С одной стороны. С другой стороны, женщины, мне кажется, больше себя обесценивают. Ну, то есть как бы, что как профессионала. Женщинам же как профессионалам вы украшение нашего коллектива. Ну, я думаю, что женщины просто больше про это говорят. То есть это более явно. Ну, как бы это не приветствуется. Женщина может там что-то посидеть, пожаловаться, поплакать, даже где-то покапризничать. А мужчина, он же должен. И у мужчин это в другую сторону проявление этого ходит. Я, ну, как бы, я не думаю, что есть какая-то такая особенная разница. Наверное, если помнять, ну, посмотреть, ну, скорее будет вот в причинах здесь разница. Изначально, потому что мальчиков и девочек немножко по-разному воспитывают. И там лежит базис. А вот, ну, вот как бы, вот это словосочетание, да, и не на своем месте, да, как один из посылов синдрома самозванца. Может, он будет связан с системной историей, ну, там, родовой, например. Конечно, конечно, конечно. Какой узел или там как-то, какой прерванный поток, например, может быть? Здесь, опять же, много всего может быть. Например, если там мама потеряла какого-то, не знаю, там, любимого человека, да, и вот у нее рождается ребенок, и это мальчик, и она пытается в нем видеть кого-то, да. Это вот первое. Может быть такое, что, ну, в роду, да, была какая-то очень значимая фигура, героическая, какой-то есть семейный миф, и мальчикам всем внушают, что вы должны быть. И вдруг рождается мальчик, который такой гуманитарий, вообще поэт, очень чувствительный, это такое, ему говорят, ты должен быть героем, богатырь как-то, ну, то есть, как бы, внушается, ну, есть же семейные мифы, да, которые вот передаются, и здесь, конечно, будет сложная история. То есть, да, системные вещи, конечно, есть, и вот расстановки, они эту проблему решают, и мы можем прям видеть, да, как вот род пытается заткнуть какую-то дырку, да, в последующем. Такое тоже имеет место быть, то есть бывают разные уровни вот этих травм, в том числе системные. Спасибо. Есть у тебя еще что-то, вот, что сказать нашим зрителям, для того, чтобы им стало легче преодолевать свой синдром самозваться? У меня есть. Действуйте, верьте в то, что вы прекрасны. Если у вас есть какие-то проблемы, ищите поддерживающее окружение, да, то есть находите вообще очень полезные люди, старайтесь держаться ближе к своей стае, к тем людям, которые вас поддерживают, потому что мы часто, в общем, не умеем даже вот взять вот эту помощь. Вот. Вот это банальщина «любите себя больше, чем всех остальных» – это такой совет от психолога. Он очень банальный, но он правда. Ну, то есть нет никого у нас ближе, чем мы сами. Спасибо большое за этот глубокий, веселый, жизнеутверждающий разговор. Мне полегчало. Следующая наша встреча будет посвящена приемному родительству. О том, как люди выбирают такой путь, и где можно обрести помощь в этом пути, узнаю в следующем выпуске. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok